Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Конгресс армян Западной Армении. Первым фотографом Айнтапа был также армянин. Новые подробности о Хаяле, приговоренного к пожизненному заключению за убийство Гранта Динка. Строительные работы в Толыше находятся на завершающем этапе. В Пюлеруме проект по добыче полезных ископаемых отменен. Госпожа Лидия Маркусян встретилась с Рене Лангероном Лонге. Высшим органом принятия решения ДОСИП является Конгресс. Он отвечает за финансовые ресурсы и юридические вопросы. Его члены проявляют большой интерес к проблемам коренных народов и получают знания об их профессиональных навыках, что способствует благому управлению ДОСИП. Известный фотограф Сэр Дар Баязаслан сказал, что местным первым фотографом был армянин, сообщает akung.net. По словам источника, Баязаслан в частности сказал следующее об армянском фотографе. В будущем впервые мастера Айнтапа изучили эту профессию именно у армян. Мой отец тоже был среди учеников этого фотографа. Напомним, что армяне Айнтапа были убиты в 1915 по 1921 годы. Оставшиеся в живых после геноцида армян укрылись в Сирии, Ливане и Соединенных Штатах. По словам турецкого исследователя Мурада Учанера, в провинции Айнтап в настоящее время проживает 2 миллиона человек, из которых только 5% являются коренными. Почти половина из этих 5%, то есть 50 тысяч, являются исламизированными армянами. Однако большинство из них отвергают свое армянское происхождение, говоря о том, что они являются турками-мусульманами. Почти 25 тысяч исламизированных армян живут в центре Айнтапа. Одна треть населения Низила и Бериджика состоит из преобразованных армян. 10 июля в Стамбуле состоялось 75-е судебное заседание по делу об убийстве главного редактора газеты «Акос» Гранта Динка. Ряд свидетелей были допрошены в ходе судебного разбирательства, один из которых планировал совершить убийство с родственником Ясина Хайали Таскою Агаси, который был приговорен к пожизненному заключению. Во время своего показания он заявил, что до убийства самого Динка Хайаль сказал, что он планирует убить его. В июле 2006 года Хайаль объявил, что он убьет Динка, добавив, что он был журналистом из Армении, который больше говорил о турках и писал о них, сказал свидетель. Получив эту новость, офицеры разведки были проинформированы об этом деле. Непосредственно перед судебным заседанием участники инициативы, друзья Динка, которая предстала перед судом, сделала объявление. Напоминаю, что судебный процесс над убийством Динка продолжается уже 11 лет, и до сих пор настоящие организаторы преступления остаются безнаказанными. Следует отметить, что по меньшей мере 85 человек обвиняются в этом деле со 2 июля 2007 года, 24 из которых были выпущены в 2017 году. Строительство квартир и учебных заведений в Талыши приближается к завершающему этапу. Об этом Арцах Пресс сообщил в Министерстве градостроительства Республики Арцах, добавив, что министр Карен Шахраманян 13 июля созвал рабочее совещание с участием руководителей и должностных лиц строительных организаций, работающих в общине Талыш-Мартакердского района, для обсуждения осуществляемых программ. По словам источника, строители кратко представили ход работы на доверенных объектах, изложили текущий этап работ и выделили существующие проблемы. В Пелюмюре проект по добыче полезных ископаемых отменен. Суд принял решение о реализации проектов по добыче полезных ископаемых в долине Пелюмер, основываясь на том, что это нанесет ущерб окружающей среде, и суд решил отменить этот план. Бырыш Илды Рым, президент Ассоциации юристов Дерси, сообщил об этом в своем микроблоге в Твиттере. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Паметаса Шороса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok